Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и впереди вас ждёт новый ФФА-сериал в игре Сидмерс Цивилизейшн 6. Я играю за Францию, но сразу предупрежу, что эта партия была сыграна до большого патча. Несмотря на это, она получилась очень такой конкурентной, много было споров, ругательств и так далее. В общем, дипломатия во всей своей красе. Ну и тем более, никаких особых багов тут не использовалось, потому что мы всё обговорили и играли со специальным модом, который до патча ещё эти все баги убирают. По-моему, игра получилась интересной. В любом случае, приятного вам просмотра. Ну там как, Филипп, мы играли, он засел в трёх городах, потом вышел в Терцию со своей религией и пошёл, захватил соседа. У него стало 9. И все так посмотрели, что у него там под 70 атаки. Так что-то сдались. Поставлю. Тут чисто повырубаю леса, получу какие-то бонусы. У мужского казаки тоже. Хороши. Нет, казаки позже. Вообще, вот как у меня мамлюки, вроде как сильные. Потом будет Филипп доминировать, потом Россия. А, стоп, я же тропический лес не могу сразу врубать. Мне для этого нужно... Да, бронзворкинг. А для этого трёх воров, блин. Хреново. Честно говоря. Ну. Так, в принципе, неплохое место. Всё-таки буду вырубать эти леса тропические, особенно... Это не Америка, а Канада. Вдоль реки, потому что... Вдоль реки можно ставить районы, а не бонус. Там, например, коммерческий район бонус получит. А что, Канада появилась в тундре? Канада в тундре? Ну, ниже там. О, я случайно нажал основать город. Ну, ладно. Совершенно случайно, да? Абсолютно. Я хотел два хода потратить. Но, видать, длань господня направила меня не двигаться. Ну, так заканчивай ход тогда. Сейчас, сейчас. Чё там думать? Пряности? Чё? Пять штук. Ну, три. Если походить два хода, будет... Блин, может, берутся воином сюда, а там лучше бегать... Две пряности, апельсин, две коньяки. Да, вы поняли, да? Так этого не будет. А что, мой город будет? А есть какие-нибудь пантеоны на бананы? Что-нибудь? Да. Культуру можно, получается. Плантация. Чисто с плантацией, да. Культура. Там не только бананы, ещё что-то. Так, если бананы, ты плантацию делаешь, у тебя же работает всё. Ну, да, я понимаю, но там ещё что-то. Я бы хотел... Конкретно вот на бананы ничего нету. Типа там, еда с бананом. Не-не. Как я чётненько поставил столицу. 5 бананов. Она у меня на границе с целовразией, а за ней... Обалдеть. Покупать клетки чистые, расти на эти... Правда, счастье, аж надо. Я только до пяти могу. Какой-то пустая цепанья, у которой бонус на разные континенты. Как всегда читы начинаются, вот это вот всё. Скрапаем всё. Давайте заново, всё фигня. Так, у меня кемерия и азания континента. Кемерия. Ну, я так отставлю. В принципе, тут производство и азия. Почему кемерия? Ну, не знаю почему. Мне же вроде кемерийцы были. То есть, и фракия, да, по-твоему, потому что фракийцы? Ну, ладно, пусть будет кемерия. Железный довод. И шумерия, потому что шумерийцы. Монумент построю по камне. Блин. Не успеваю выбирать, нифига, почему-то. О, кого я встретил? Испанию. Но, походу, это татраш. Да? А мы что, договориться не можем? Ну, не знаю. Твоя сторона, ну, тут, бля, такого, сень, только. Другого города. Время, надоело постоянно воевать в начале игры. Сафар. Вижу, чьи-то границы синий. А что, у тебя испанец больше некуда селиться? В любую другую сторону нельзя. Я вообще в тундре родился. Мне пришлось бегать еще, чтобы найти нормальный спорт. А что, тундра, плохо? Нероскому плохо. Привет, француз. Здорово. Ты тоже близко? Ну, не особо. Короче, надо строить поселы и ставить рядом с чудом. Да там налево сходишь, посмотрим место. Чтоб определиться. Где бы усилиться. Где не будем селиться. Сюда, видимо, надо ставить. По максимуму скупать клетки вокруг чуда. Что это место, я не знаю. Так, давайте-ка я просто начну сразу поселы строить. Против варваров и продукции. Пойдем-ка испанца найдем. Аскаут прокачался. Кто-то азис нашел? Нет. Около чудо слева. Нет. Прекрати подсказывать. Почему я еще один синий границ? В смысле еще? Синий. Я синий. Ну, у меня слева корочка, синий границ. Это ГГшка, наверное. Ну, может быть. А кто у нас там еще в игре? Египет, по-моему, Россия и Аравия, да? Да. Ну, у Египта могут быть еще сильнее. Нет, у Египта нет ни черного желтого. Чай. Ну, да, Египет-то рядом. Кто этот сонарь? Да, ну, да, ну, это ГГшка была. А ты со мной, Ряга. А ты кто? Да, не крайнец. Турук Макта. Так. А кто еще чего нашел? Нашел. В смысле, я же видел твоего воина. Почему не открылся? Потому что я, наверное, его не видел. Ты же на хоумировании стоял, нет? Может, лесами шли, кто его знает. Либо другой хоум. А ты силу нашел, да? Да, да. Ты далеко от него? Ну, клеток 8. Куда влево? Вверх. Вверх. По лесу. Вижу. А кто скаута бил? Поусталка. Не добиться. Сюда ставить, сюда ставить. Ну, не знаю, я не бил. Я не слагик зачистил, он был бы ломаться. Я думаю, да ты. А может, Гагляшка там ударил? Короче, из-за меня опять никого нет. Я нашел Джакарту и Хатусу. Первый, они довольно-таки далеко. То есть, у меня на север путь открыт. Слушайте, испанец, американец. Вам есть подоселиться? Или вам надо будет обязательно ко мне? Ну, ты посмотри, я тебе по этому и говорю. У меня здесь есть, но я не знаю, что с Египтом будем договориться. Надо его место посмотреть. Ты бы он налево дошел, куда я тебя просил? По речке? По речке? Ну да. У тебя пониже идет речка. Ты видишь дуболом моего слева от скаута? А, о, я что-то думал, это ДГшки. Тут еще на север Махенджедара, ребята. Ты где? Короче, я буду ставить где-то левее твоего дуболома. Испанец, кула и у тебя идет посел. Он разочет. Если не против, то около... Не, испанец, если ты вот поставишь на этой своей реке, я не против. Но если ты поведешь к чуду, то я против. Как бы, ты мне сейчас скажи... Нет, я все клетки чудо не буду забирать. Я тебе не знаю. Я испанцу говорю. Подожди, американец, я буду чудо ставить. Ты какое чудо имеешь в виду? Ну вот это, когда мы науку и культуру мандарим. Там я буду ставить, это моя река. Вот так вот Леша всех отпугивает. Не, ну блин. Чудо находится в четырех клетках от моей столицы. Столица находится на той реке, на которой ставить город. Я не понимаю, как может, хочет американец город поставить. Это война. Это война. Я тебе говорю, я хочу к оазису поставить. Это-то... Главное будет в четырех клетках от моей столицы. Сейчас, кстати, он еще рядом со мной испанец. Я просто вот сижу и хохочу. У меня пять в округе, никого в радиусе 15 клеток. Я никого не вижу. Раз, ты можешь помочь? В 10 точно, никого нет. Тут 3 ггшки есть. В чем полезно. Не вижу смысла тебе помогать, sorry, испанец. Блин, я не знаю, где оазис? Может, американец, мы с тобой и договоримся. То есть, это ниже, ниже чудо, что ли? Вот, чудо самого клетка. И, наверное, ставило два-три, где-то и оазис стоит. Пустынку нашел? Рядом, подожди, рядом с этим оазисом дуболом, что ли, варварский? Я не знаю, я уже ушел. Так оставить ты где собираешься? Все черное. Прямо около оазиса. Конкретно где около оазиса? Ты домов нашел? У ока оазиса где? Справа, слева? Около оазиса где? Справа или слева? Слева, снизу. Получается, на 7 часов. Ну, я не против. Ага, алис. Ну все. У меня еще Ямстердам рядом, ребята. Где вы, где вы? Это там играми мешаем. Мне интересно, мне хочется с людьми играть. Я с компьютером опять буду играть всю игру, сидеть, домики строить. Ну ты, думаю, не будешь лезть, да, сюда вниз? Гранда ставить. У тебя там за горами, за холмами. Думаю, у тебя там сверху будет место, да? То есть ты поставишь город, я так понимаю, между коровами и оазисом, правильно я понял? Да. На лугу, вот на клетке с лугом. Да. Нормально. Я этого строю? Ну да, у меня будет город вот выше чудо. Видишь там камень? Два камня, блин, как это? Короче, у меня будет между коровами и камнем. Волосе. Ну я как-нибудь не знаю. Я даже саму главную клетку чудо не знаю. Я так увидел, только не скатал чудо и все. И ушел. Ну, блин. Мочит. Будем отступать пока. Египет, ты ответь мне, Абенкан. Слушай. Ты, у тебя там сверху место будет селиться? Я не разведываю, я пока вниз собираюсь. Ну, потому что там за горами, за всем этим. У меня здесь особо места нету. Ну ты куда, за СЮ что ли собираешься селиться? Нет, я хочу по этой речке поставить два города. Ну, справа возле гор я собирался стоять, где вот лошади есть. Где там лошади есть? Ну, ты там вправо уходил от села. Леток 7-8, наверное, вправо от села. Так это моя столица, куда же собираешься ставить? Чё? 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 Стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран мира оффлайн и абсолютно бесплатно, всегда здорово. Да, я снова перешёл к рекламе 2GIS. Заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте карту нужного вам города. 2GIS, если быть точным. Либо тут, либо тут надо поставить. Это ты хочешь так далеко к второму городу, да, стоять? В 15 клетках от столицы? Нет, 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 я вниз и вправо от своей столицы пойду. Ты сейчас с воином возле моей столицы стоишь. Ну да, я знаю. Только я вот... Вниз и вправо я собираюсь. Единственное лошадей, я вижу, это третий клеток, третий радиус от моей столицы. Ну нет, вправо от Сеула собираюсь стоять. Вправо от Сеула. Вправо от Сеула. Вправо от Сеула. Это мои места будут. То есть с горами твоя столица? Да, вот ты нашёл вот эти там несколько петоков в углу. Это моё всё. Всё, моё. Окей, следуем. Всё, в эту сторону надо посмотреть ещё. Почему я спрашиваю, что там сверху как? Нормально, ненормально? Не знаю, не смотрю, говорю, сейчас пойдём. Почему ты не купил скаута? Я не купил скаута. И даже не строил. Жлоб. А куда ты деньги потратил? В смысле, а как без скаута играть? А как ты можешь знать, куда ты будешь селиться? Ну у меня воин есть. Мне этого достаточно пока. А, тогда ладно. Ну ладно. Чё, я не могу. Это железная логика. Я всегда одного строю, одного покупаю, потому что они дешёвые. Благодаря скауту я нашёл Джекарту и нашёл Амстердам. Они мне дают 8 золота в ход. Тут же, ну, ГГшки довольно неплохо на раннее развитие влияет. Если бы не они, то, конечно, можно строить. Это не как раньше. Золото получил. Ну ладно, золото. О, промоушен. Так, ну надо скаутом, наверное, вернуться. Действительно, вот тут город поставить. Вот тут ещё река сверху. Можно четвёртый. Всунуть. А, русский, это чё за подлями? Зачем тут город поставит? Ну, потому что мне негде ставить больше города. Это от четырёх клеток от моей столицы городской. Да, опять мы плотничком. Я так понимаю, что... Хотя мы тут в пятером в плотничком, да. Акачечка? Ну что это такое? Скрапаем. Не побоиешься на мамлюках, короче. Чего ты взял? Не, ну пока ты добежишь там через всех. Они уже устареют. На каких-нибудь арене. Если их не строить и покупать во всех городах за веру за один ход, то довольно не устаревают. Не, ну если там будет расстояние в кондитационном клетке до ближайшего соседа. Ну ничего. Неприятность эту мы переживем, да? Да. Неприятность в том, что мне некуда ставить кампус на данный момент. Так, меняем. Поставишь не в столице. На производство. Там буду строиться поселки, как бы в других городах, я не могу. Ты нашел кого-нибудь еще? По-моему, в французе. Нет, только француз. Не, так испанец за мной дальше, на правой слетии. Короче, смотрите, я рассказываю. У меня ситуация, что вот слева моря и справа моря это такой полуостров шириной в 15 клеток, и здесь никого. Прекрасно. Мне не нравится, ну что за бред? Я так могу с компьютером играть. Ну, если мы сейчас сможем договориться все между собой, как-то не воевать, а потом найти тебя и вынести, то будет самое то. Ты согласен? Да, да, ладно, играем пока. О, тут еще и гора. Вот, да, надо либо... Я бы, наверное, даже сюда поставил. Чтоб и к горе поближе. А вон и ГГшка, кстати, какая-то. Все, неплохо. Ну, мне с испанцем уже по-любому придется воевать, я так понял. Не договорились, да? Скраб. Ну, понимаешь, что тут будут одинаковые юниты, ровные, можно повоевать, почему нет? Ну, в начальных эпохах, да. Ну, в Египте, конечно, в начальных эпохах. Коляски прибегут. А на них они работают, там, они очень хитрые. На них не работает штука на плюс 100%. Они, по-моему, либо как обычные юниты, либо вообще на них не работают. Она идет как тяжелая колесница. А на тяжелую кавалерию, да нет, по-моему, гонусам. Все они не крутые. На тяжелую и легкую кавалерию. На них этот бонус не работает. Я его ставил, у меня не получилось. А на них, по-моему, работает плюс 50%, как на юниты, на обычных. Тут не фига. То есть, они вообще будут. Не надо идти в тяжелую тех по культуре. О, Лавенто. Уже кто-то Египет нашел. Ага, мне уже вот тут советуют. Ну, нет, я хочу тут. Тут лучше. Да, лес исчезнет. Ну, что же сделать? Почему в армах сразу не галеры, а квадринем это снимать не? А почему нет, и что жалко? Так, через два хода я могу уже... Угу. Так. Что для ковров ирригейшн требуется? Блин. На пряности забрать, да? Культуру. Или скаута лучше купить, а это не поставить. Он же там, кстати, нет, у тебя лагерь где-то между нами. Я в курсе. Он не между нами, он ниже чудо. Смотрю на меня, по-моему, здесь. О, Карфаген! Кто нашел Карфаген? Видимо, никто. Да нет, кто-то нашел. Нашел неизвестный игрок. Никто не признается. Может, он меня нашел, и уже там колеса ко мне едут, а я такой-то разговариваю. Что все классно. На самом деле все не классно. Так. Сетлеров. Слушайте, так, сетлеров, наверное, можно пока отключить. Просто на продукцию. Или плюс 30 к производству. Строителей. Вот так стерили. Четыре хода. Семь, блин. Это я ошибся. Значит. Американец, я боюсь, ты не сможешь пройти дальше. Бильдеров по подстраиваю. У меня сейчас откроется Эрлимпайр. И граница закроется для тебя. С следующим ходом? Да. Лохо. Поставлю тут город сейчас. И тогда пойду дальше. Так, эрригейшн. Пойду строителям это все обрабатывать. Ну, я еще вот тут где-то город. Мне, наверное, надо поставить. Слушай, американец, ты так испугался там египтянина, что ты не ставил город около Оазиса. Пошел туда, что в египтянин не ставил, я не пойму. Да нет, может, здесь. Там где-то надо есть. Я имею в виду, это попозже будет ставить город там. Русский, это далеко от Испанца. Возле его столицы уже второй город мой. Сдулся, короче, Филипп. Я поставил один город, и все, его столица тут сразу. Че ты такой радостный? Ты человек расстроился. Да, я не радостный, а ситуация такая веселая опять. Слушайте, а наличие чуда в твоих границах вообще на что-нибудь влияет? Я так понимаю, что это... Так, национальный парк построишь потом. О, да. Мурэсинг вон. Как это? Джоэл... И я там, у меня все нормально. Я гружусь. Вон же написано. Джоэл и... И кто? И Фрату. Ну че, паузу поставим? Да, сейчас гружусь. Так, рабочий... После рабочего опять плюс. О, кто-то молится на пророка, неплохо. Так кто, кто Арабия, но этот Кашечка. Нет, нет. Я и говорю, что кто-то другой помолился. Как Кашечка? Кашечка. Кашечка. Кашечка это еще самое безобидное. А как тебя больше обзывали? Не скажу. Качок? Качечок? Ну, Качок. Еще некоторые Кашечка называют. Очень плохо люди читают. Транслит. Ну, вообще, конечно, они не читают, а просто специально хотят тебя оскорбить. Может быть. Ну, а я сразу их заношу в список, которые не умеют... Людей, которые не умеют читать транслит. Так. Мне бы вот эти, конечно, клетки купить. Вокруг что? Особенно вот это. Блин, ну вот не убирается теперь эта хрень. Отлично. Че-то опять Россинкан. Опять. Что, у вас двоих опять Россинкан? О, русские встретились. Мы же давно рядом бегали. Так, очередное. Пойдем ковры обрабатывать. Так, поменяем на сетверов. Но пока построил юниты. Пару слингеров. Все-таки тут варвары. Серьезные. Так, ну, собственно, осталось только качечку найти. Так, а кто там союзник того города-государства, который ты встретил? Карфаген. Кто встретил Карфаген? Ребят, кто встретил Карфаген? Я Арчи первым встретил. То есть русский. Значит, ты со стороны русского и испанца будешь где-то. Я где-то на северо-восток от Карфагена. Слушай, так если оттуда пришел араб русский, неужели у тебя там места нету в его сто? Если не говоришь, у него там нету. А тут прям вот пустыня. Тут Карфаген, потом огромная пустыня. Наверное, до моря. Я там чуть еще не разведал. А на север от Карфагена есть места. Да, да, да. Он без люксов. Да, блин. Пустына. Фрату-то здесь? Мне кажется, это из-за мода. Почему? Не знаю. Кажется. Третий раз синхрон, я не схожу. Чего, третий раз синхрон и уходишь? А что это за такие эти... Как его? Ультиматумы. Я цепку перезапущу. Подожди, Фрату-то здесь? Стойте, пауза. Я вылетел, у меня вылетела игра вообще. Ну, не игра вылетела, а меня просто выкинул. Очень она стремная на самом деле. Нарисовали как-то конкретно. Тут не любят они ее видать. Ну, почему нормально? Не добавили. То есть она такая уже дама в возрасте, типа, знаешь, вот... По-моему, Викторию, наоборот, хреново нарисовать, типа, такая девочка пухленькая. Ну, по моему самому мнению. Так, вот теперь можно и поселенца. Два хода. Так, сначала вырубаем лес. Кстати, раз такое дело, можно сразу и следующего поселенца. У нас же на поселенцев тут, да? Угу. Знаете, куда мы его поведем? Вот сюда. Куда-то. Хотя мне тут что, внизу предлагают? Давайте глянем. Ладно, давайте. Убьем. А тут у нас что сверху? Хм. Можно действительно вот тут поставить? С другой стороны, вот тут лучше, потому что можно будет акведук провести тогда от... От города. Блин. Ладно, я сюда поведу. А из Парижа уже следующее можно посадить тут, куда ставить. Ну, смотрите, Россия-то с Испанией не воюет. Может, они там как-то договорятся? Или армию копят оба? Просенял, бежал 43. Вряд ли тут возможно нет. Чего говоришь? Он слишком жутко меня подселил. И забрал с элекции. Так, ставь он ниже, смотри. Вот у тебя ниже Толедо в сторону моего Руана. Можно город поставить на... У тебя будет ковер тут, например. Потом еще ниже. Я вот, например, вниз не собираюсь вроде ставить. Там, может, прода американец еще что-то? Скажет. Нет, я не претендую на территорию справа. Мои в дом. Если хочешь, можно взять. В смысле взять? Окололазер сопоставить. Ну, просто околоолазер. А чего? А что так вообще поменялось? Просто разве это побольше. Так, это у вас всех тоже между ходами подвисло? А что у нас пятеро вообще показывается? Нет, у меня шестеро человек. Ага, кто-то не видит кого-то, да? У меня всех показывают. А у тебя пятеро показывают, да? Да. В том, что я не вижу. Но только по ходу ход не прошел или прошел. Что-то похоже, ходить не получается. Но у меня у всех нет ходов, как будто это не новый ход, а прошли. Может, тамерзала просто начался. Нет, у меня ходит. У меня тоже ходит. Блёш, ты защитил влаги, нет? Нет. Мы очень как-то ведом. Ну вот види, это поможешь. Я как раз ими занимаюсь там. У меня до сих пор ход не прошел. То есть, как было перед этим, так и осталось. У меня сейчас как будто бы конец прошлого хода. У вас новый ход идет или вы как бы продолжаете? Не знаю, какой-то ход идет. У меня 29-й написано. А у нас тоже 29. Ну ладно, подождем следующего хода. А ты попробуй на городу служить, может, и получится уходить. Ну у меня... Ну я закончил. Написано, кстати, что мы тебя ждем. Ты можешь отчиках вот закончить? Нет, не могу. У меня написано ожидание игрока Халецки. А у меня опять просто выхил. Ты закончил, и вот вылетело, что я тебя жду. Не, это каково, что ты пустыня плохая. Тут вот можно на пойму поставить город. Почему ты... Я вот спустился чуть ниже. А люксы ты там видишь? Только зачем тебе люксы? Не важно, сколько люксы. Слушай, там один ресурс, и что ты мне предлагаешь? Напоим поставить. Все, все, я понял. Там тупо пустыня, там даже одного молоточка нету на пяти клетках. Нет, я вижу тут холмы. Может там ниже просто пустыня какая-то. Тут холмы есть. Откроешь это, не будет по четыре молотка давать. Это без ветра. Прямо справа от Карфагена сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть клеток. Но я уже там город поставил, правда. Но можно ниже поставить и повоевать за это место. ИРП, он будет с испанцем воевать. А, ну ладно. Тогда не иди сюда. Блин, надо мне эту трубку выкупить. Мало ли, что там у ловинты в голове. Все-таки счастье. Такое никакое. Так, пока оставим, видимо, на производство сетлеров. А тут что? Ну тут пока что. Я же не помню, если я тебе караван могу запускать. Чего не понял? Караван буду пускать в себя. Напускай, пускай, что как я могу быть против. Типа, чтоб ты и дорогу ко мне не прокладывал бы. Ну, вдруг. Не, пока на сетлере оставим. Пять ходов, вот, четыре хода, нормально. Ну, у тебя что за люксы? Шелк, еще что? Ну, как же, вот смотри, я вот спустился по реке, которая вот возле Карфагена. Может, это не та река, конечно. Тут пшеница на четыре. Пять клеток поймы на плюс три, как ты понимаешь. И есть еще медяшка. Почему здесь некуда поставить город? Естественно, медяха на холме. Один холм, еще один холм. Тут, в принципе, нормальный город с тем вырастет. Ну, только ставь, я тебе разрешаю, можешь ставить. Не, он далековато. Может быть, в будущем. Так нормальный город всем вырастет. Но в будущем поставлю. Я сейчас не могу, у меня есть просто много места. У вас там война за места. То есть, мне кажется, она того не стоит. Ну, один город, и что дальше? Ну, даже если тебя туда поставил, что ты мне предлагаешь? Ничего, я просто говорю, что вот есть место. Прямо вот возле твоих границ. Довольно неплохой город в будущем. То есть, районы можно на пустынных клетках ставить. Обработаешь холмы, будет по 4. То есть, не все так плохо, как вот некоторые люди считают. Ну, почему не ходит? Типа считается... А, блин. Типа просто считал, что я обстрелил, когда они были вместе, и все, и поселенность его потерял ход или как? Странно. О, Египет уже кампус построил. Красиво у тебя тут в кампусе бассейн какой-то прямо. Ученые исследуют что-то и айда голышом купаться. Ну, тут можно город ставить. Нормально будет. Тоже горы у меня будут. Такой научный. Ну, а даже в классическую эру уже Египет вышел. Да, блин. Слушай, ну а ими тут ломят эти варвары. Ну, это вообще-то бы ломал ги. Я-то убежал. Или там их много? Да нет, не особо. Ну, этого бы ломал ги. Я-то у тебя стоял ги. Спасибо. Ой, Египет, у тебя же там места нормально, хватает? Спасибо. Так, наверное, надо либо тут, либо тут ставить. Надо решать. Если я тут поставлю, у меня не особо будет около... Значит, вот сюда надо ставить. Иначе рядом с горами не особо место будет. Построю поселенца. Надо переключать на строителей. Кучу строителей фигачить. Так, где мне лучше кампус тогда в Париже построить? Чтобы он был окружен ливневыми лесами. Вот тут, наверное, кстати, кампус. А, это Раиса тут рядом. Тут все, ливневые леса. Вот эти... Тут ливневые леса на бананах не вырубать. Все будет хорошо. Так, сначала вырубаем лес. Что здесь дубы? Еще не одна свободная плетка верну. Так, начинаем строить строитель. Ну, я поменяю следующим ходом. Может, скаутам смотреть, чтобы... Россия объявила войну Испании. Немного людьми втроем на одном и таки. Ничего, что у Испании армия больше. В общем, кто-то кого-то сейчас нагибнет, да? Я так понимаю, тут. Да. Вы будете до конца. Шикарно. Россию победить невозможно. Кто к нам с мячом придет, тот от него и погибнет. Это мне так Арчи объявил войну. Оставленная анимация лидеров? Да, блин, что ты к моему поселу? Ага. Египет, война будет. Почему? Потому что это мое место. Доктор Шелдон Купер. Ну, будет война, хорошо. Да почему вы никогда не хотите договариваться? Я не знаю, у Египта... У меня единственное место, куда осталось город поставить из всех. У Египта там куча места за его. То есть у него рядом никого нету, кроме американца и меня. Но нет, он прется сюда ставить города. У него там больно же. Слева. Выше. А, выше. Ну, выше я не отмыл. Не знаю, что он. Кроме всего. Так он, ну, там не хотел идти. Третья радио в столице загнать. Опять переоценивает коляски свои. А тут по таким джунглям, не знаю, может там где-то с американцами открытая местность. Но по таким джунглям коляски. О, мужики-то не лежал. Там, кстати, далеко до этого. Караба. Испанцы убирать. Ну. он сюда пойдет туда и сюда прыгну то блин надо было с лингером убить того варвара так пошли к египтянину пускать и по армии я конечно побольше но немножко вся в другом месте блин этот варвар мне сильно мешает к сожалению вынужден отказать мне самому надо у меня тут тоже конфликт назревает счетом лошадьми торгуете кокаином вы продать лошадей по сгодной цене а при заходе городов дается деньги знаешь по моему нет кстати не египет со мной хочется и да ни с кем не хочу воевать а зачем тебе военный лагерь мою сторону просто так для развития сейчас все узнаете сейчас все узнаете ну и так какой мне пантеон взять говори на плантации блин кто-то взял уже пантеон на плантации от бананов выдаёте от пилья а джунгли что нить есть о святое место плюс 1 вера джунгли кстати давайте возьмем испанец а там через тебя смогу помочь и блин еще один америка хочешь долгу предложил да вы охренели покроем необходимость могу занять и купи его никогда не знаешь когда понадобится так между строителей да и на юнитов пока здесь насколько она принесла нет на 30 то стандартная нижней перевели сетевой на на 15 ну так тут испанец успел расселиться или ты ты или ты захвачен русский уже ярославль заплачен а войну объявил русский но он этот примитивно это уж сколько за два хода что ли захвачен не за не месяц тоже похоже может лошадь или можете рожала но вот сколько нибудь америка джи шумяшева с копейки помогут американец собираешься с египтом воевать но мы ушел на стоит этот не забудь его оскорбить америка да блин почему опять таймер пошел знаю а переключусь обратно в 3d пока успел я город бахнуть он еще бежит дуболом египетский а как насчет такой сделать кинешь нет мне деньги нужны просто ну блин хочу лошадки надо нет у меня есть лошади просто не обработаны египет куда ты повел поселенцы этого расскажи ну ты уже один город занял мой вы рядом стоять где ты рядом интересно под лавентой что и будешь ставить ну выше пойду на наверно а что ты его подселил поселил на него столица родилась начали она шель стоит нам почти на столице его откуда я знаю что это столица не столица начала нашел это место где я могу поставить вообще тут тоже город рядом я думаю да куда мне ставить город по твоим может посмотреть сколько городов то есть то что я поставлю перни же около лазиса то подселю твою столицу ну там место лучше смотришь на чоколу дуболом там есть место монумент надо было монумент тут лучше сначала зиме предлагают тут поставить еще пишешь что американец мне оазис оставить город это все-таки ты там поставишь я хочу на победе поставить ты же нашел и как у женщины ну это вот тут ставить тоже вот на первые жемчуг русский там тебя выносит или что ну как да наверно чего держись испанец может будем дружить араб на севере от россии да конечно мне просто не нужен был ярославль этот отселивший меня еще проклятый ярославль вечно он подселяет такой испанцы уже вот эти коляски русский может занятий там не пойдешь у меня рода игру вот снега даже по ходу что наверно олигархи у возьмем так во влиянии удобно быть хостом хотя потому что гарантированно можешь паспорт за поскликать кого угодно то не прошло не алёша мярин крикос какой-то ночью прогулся он уже убил колясо мою пока на рабочих оставим тут уже успел стать сезереном стать очень легко делаешь задание еще один появляется из мистицизма вот без юзерен пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры а на этом пока все продолжение надеюсь будет завтра спасибо что застрели до конца я лёша халец и тоск ты сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы цели до конца видимо новом понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры и построим кампус испанец дай пожалуйста они сейчас вот и дружи прими сначала